друзья вы на канале вездеходы борус сегодня наш обзор будет посвящен обслуживанию и эксплуатации вездеходов на обзоре у нас вездеход модели борус экстрим с 30 двигателем v-образным от компании ланчин вариатор установлен сафари 5 ступенчатая коробка передач главная пара у нас увеличенной тягой на этом вездеходе дифференциал усиленный 4 сателитный можно видеть усиленный 4 миллиметровые траки 15 колеса с усиленной грузовой резиной ограничитель траков также усиленный на вездеходе у нас присутствует из дополнительных опций и расширители крыльев и брызговики и съемный тент с лобовым стеклом высоким с механическим дворником в передней части у нас фары основного освещения ребятка на капоте установлена сетка защищающая от листвы вездеход также построен с вакуумным усилителем тормозов в передней части можно увидеть пол под которым смонтирован усилитель приборная панель достаточно простая это блок управления электрикой фары электровентилятора охлаждения двигателя и резервные клавиши кнопки старта стопа счетчик моточасов выключатель массы обогатитель на руле с левой части смонтирован проводной пульт управления лебедкой задней части вездехода у нас универсальный фаркоп можно цеплять как стандартное прицепленное устройство под шар так и серьги задней части машины съемная дверь поднимается вверх закручивается с достаточно большим таким стеклом хороший обзор и еще что из особенности этого тента у вездехода смонтирован люк на тентовой машине люк о нем мы поговорим чуть позже давайте поговорим про обслуживание вездехода в первую очередь хочется сказать про двигатель двигателя обслуживаются согласно рекомендациям завода-изготовителя то есть замена масла замена масляных фильтров если они предусмотрены конструкции воздушного фильтра но как правило мы рекомендуем сжигать 2-3 топливных бака и менять обкаточное масло масло выбирайте сами по желанию кому какое нравится можно применять для воздушных двигателей можно применять автомобильный но с допуском ниже рекомендации которые вот руководство по эксплуатации данной техникой предусмотрены так что касается каких нюансов по двигателю двигателя новые проходят обкатку то есть в первый период наверное сильно нагрузку давать не стоит следить за холостыми оборотами вот вы видите отверстие здесь просверлено специально нами это регулировка холостого хода центробежные регуляторы на двигателях мы убираем чтобы корректно работал газ но связи с этим могут обороты быть либо высокие либо низкие надо как бы следить за этим после обкатки и определенного количества пробега двигателя возможно потребует регулировку клапанов это делается все элементарно скрывается крышки клапаны и выставляется зазор 015 на впускных клапанах 020 на выпускных так что касается замены масла я не сказал двигатель расположен достаточно близко на плите и возможности слить через стандартные отверстия нету мы обычно используем шприцы откачиваем масло через заливные пробки либо масляный щуп то есть таким образом можно будет слить масло свечи зажигания вот последнее время на лифанах бывают случаи что свечи пробивает свечи желательно конечно иметь запас такая вещь не помешает в тайге так коробка передач коробка передач вазовская берем коробки с магазина масла жидкости сальники все новое установлено объем масла в коробке у нас 33 литра трансмиссионные масла применяем минеральные стандартной комплектации если обслуживаете машину и эксплуатируете в условиях низких температур конечно рекомендую синтетические масла применять а так коробки мало нагруженные нагрузка даже с 30 мотором на них очень маленькая плюс коробка крутит главную пару то есть понижение на нее очень хорошая далее идет карданный вал шприцуемые на двух опорах военный автомобиль у вас практически в лодке он обслуживание не требуется так периодически можно провести шприцовку крестовин это как максимум но вариаторы уже как бы тут мнение расходятся здесь установлен вариатор сафари кто-то обслуживает вариаторы там специально есть каналы для подачи на ведомый диск масло кто-то говорит что это вредно тут уже смотрите сами то есть изначально вариаторы смазанные как дальше будете эксплуатировать это уже как ваше дело и то есть каждый по желанию смотрите если считаете что нужно значит шприцуйте обязательно нужно шприцовать подшипники вариатора ведомого ведомого диска установлено два самоцентрирующихся подшипник корпусных у cf-205 доводницы расположены внутренний подшипник расположен в левой стороне передний с правой передний подшипник шприцевать лучше конечно использовать гибкую подводку к сожалению сейчас не могу туда залезть показать но суть понятно что подшипники вариатора надо как можно чаще обслуживать потому что все таки обороты входного вала приличные 3600 оборотов и они требуют должного внимания известный случай вот мне в казахстане сергей привет у него подшипники рассыпались на втором году эксплуатации но он мне как бы сказал что сожалению не обслуживал так что касается механизма поворота дифференциальный механизм 4 сателлитный очень надежная вещь еще ни одного случая выхода из строя мне неизвестно масла заливаем в мост трансмиссионные гипоидная передача объем масла литр двести как часто нужно менять ну я бы раз допустим в сезон раз год наверно даже все-таки бы посмотрел состояние масла если там какие-то стружка металлическая потому что все-таки это такой очень важный узел на вездеходе тоже мозг показать возможности нету мост слив масла происходит через заправочную горловину пробку также откачиваем и заливаем новое масло так ступичные узлы ступичные узлы здесь у нас очень прочные конические два конических подшипника набиты смазкой внутренней стороны у них уплотнительный сальник стоит в принципе обслуживания как такового особо не требует но стоит обратить внимание на люфт на зазор в процессе эксплуатации чтобы именно износ деталей как бы не повлиял на работу механизма так задний мост еще вот хотел сказать кто часто любит на вездеходах плавать обязательно шприцуйте задний подшипник подшипники как бы приличные хорошие но все-таки я бы рекомендовал периодически вот те товотницы прошприцовывать потому что в мост понятно что вода не попадет сальник не даст физически ну а подшипники с вас смазку может вымыть какую применять смазку смотрите уже сами но я бы рекомендовал для таких узлов которые работают в обводенной среде в жидкой применять влагостойкую смазку это что касается заднего моста рычажный механизм понятно смазанный собранный но если какие-то скрипы появляются как вы можете произвести смазку этого узла ну давайте вкратце итог подведем по обслуживанию это шприцовка подшипников вариатора замена жидкости масла двигатель коробка коробка кстати масло я думаю замену я думаю очень очень поздно потребует потому что коробка там работает щадящим режиме механизм поворота ступичные узлы подшипники полуоси все это что основных позиций касается по расходникам колодки тормозные возможно какие-то сальники со временем придется поменять ну это лет может быть 35 трудно сказать вездеход бесподвесочные старайтесь как можно чаще проверять болтовые соединения которые незаконтренные вот допустим гусеница собрана на самоконтрящихся гайках болты колесные как бы это обычные болты и в периодически подтягивайте потому что могут ослабевать если ослабит то может как бы наделать делов ограничения по эксплуатации какие основные ну во первых это колейность гусеничный привод конечно колоссальные возможности имеет но колья бревна логически можно подумать что не стоит машину запускать таким образом чтобы часть гусеницы висела в воздухе а часть опиралась на твердый грунт получится что у вас гусеница изогнется и вот эти ограничительные руки просто будут давить скажем так на колесо на диск и будут изгибаться можно в такое положение поставить гусеницу что вы загнете их вовнутрь просто случае прокола я как бы не знаю вот на новую на новой резине точно нет на бушный возможно там и состояние не очень колес но как бы имея ввиду состав резины новые вот таких проблем нету в летний период мои рекомендации какие по охлаждению двигателя все-таки сейчас лето жаркая пора более внимательно относитесь к охлаждению мотора потому что двигателя теплонагруженные особенно двухцилиндровые не стоит доводить их до критической температуры там 160 градусов используйте электровентилятор охлаждения если электровентилятор не предусмотрен самый простой способ снизить температурный режим внутри подкапотного пространства это снять капот капоты у нас быстросъемные без ключевой съем скидывайте эту петлю под закрою покажу вам скидывайте петлю снимаете шплинт и снимаете капот на бок то есть вездеход без капота лучше охлаждается особенно в летний период когда температура уже совсем такая сильно плюсовая и вот вы можете видеть тоже многие сейчас нам говорят что сделайте закрытый капот красивый дизайн для тайги главное сейчас на это практичности это надежность вот это вот круговая циркуляция капота это наиболее оптимальный вариант который позволяет снизить температуру двигателя по максимуму но все же не забывайте следить за температурой хотя бы хотя бы так интуитивно вы понимаете что мотор нагрет и не учите двигатель не глушите двигатель горячий может температура перейти на крыльчатку охлаждения они пластиковые установлены на двигателях на всех можете крыльчатку расплавить дайте поработать дайте остыть снимите капот то есть в летний период я вот рекомендую как бы повнимательнее за этим следить чуть позже мы запустим мотор покажем как переключается передача что хотелось бы сказать про переключение передач трансмиссионного тормоза на машине нету то есть ведомый диск остановить нет возможности для корректного включения передач регулируйте обороты двигателя регулировочным винтом то есть не сильно низкий чтобы не было характерного звука вариатора что грузики там начинает шуметь и не были слишком высокие чтобы ведомый диск вариатора не завлекался ведущим это будет мешать включению передач сейчас мы произведем запуск мотора проедемся поставили так для образца шаблон переключения передач смотрим как они включаются и как управляется машина так сейчас покажем как произвести запуск мотора посадкой вездеход таким образом осуществляется на приборной панели у нас представлены выключатели массы в нижней части он сейчас все у нас он включен так две кнопки пуска пусть не пуск стоп обогатитель но обогатитель рассмотреть по погодным условиям нужен он или нет насчет полный полный газ и производите за поддерживаете обороты двигателя при помощи ручного газа если обороты низкие можете подрегулировать мотор прогревается обороты стабилизируется вот это нормальные обороты двигателя процессе эксплуатации не могут снижаться чуть-чуть добавьте оборотов и будет стабильная работа двигателя покажи как глушится машина нажимаете красную кнопку сигнал подается на блок контроля уровня масла и через определенный период времени при температурном режиме производится глушение мотора давай запускаем сейчас покажем как он вот громкость выхлопа так коробка 5 ступенчатая положение рычага у нас на нейтрали давай с третьей передачи то есть а передача включена машина стоит даете обороты я ведь не мог поехать от машину погон управление так давай сейчас покажем пониженный ряд вот первая передача то есть она за рычаг продольное положение правительство первая передача на скорость машины на первой передаче не знаю слышно когда я выходе веду репортаж мы снимем кому нужно там можем еще новый механизм переключения чуть-чуть помягче используется одна тяга если продольное перемещение дуговато я можно помочь осевым движением либо ногой либо рукой вот ногой сейчас включаем заднюю передачу вперед до упора и налево так давайте посмотрим как включается пятая передача вытянуты рычаг на себя включили налево можно если туговато вот перемещение давать продольное давайте посмотрим как управление легкое держась в данном случае Горячий воздух от двигателя поступает в салон, обогревает лобовое стекло, клавиши, электровентилятор и фары, поднесет блок зарядки USB и донесет другое. Очень легкое управление машиной, вакуумный усилитель, очень важно маневрирование в тайге. Вот дает мотору остыть, включил принудительное охлаждение для выдува горячего воздуха. На горячего воздух лучше не глушить. Задняя часть тента открывается, сматывается. Посадку можно производить через заднюю часть. Давайте пару слов про кабину. ПВХ тенты достаточно крепкие, камуфляжный был заказан. Если будет повреждение, можно его запаять, заплавить, заклеить. Каркас разборный, в транспортную компанию, когда везем, все это дело снимаем, упаковываем. Можно ездить отдельно с лобовым стеклом, можно лобовое стекло снимать, если куда-то в тайгу, в дебре лезьте, либо боитесь, что повредите его. Стекло тоже быстросъемное. Откручиваются три самоконтрящиеся гайки основания стекла и четыре болта опоры стекла. Заднюю часть вот таким образом зачехлили. Салон продувается. В левой части вот можно еще увидеть отдельную секцию. Там смонтированы вакуумные усилители и бачки тормозной жидкости для подлива, либо для контроля. Так, давайте поговорим и посмотрим исполнение люка. Во внутренней части у нас два замка. Давай их откроем. Первый раз открываем люк. Так, нам сказали, что можно из салона это делать. Попробуй из салона сможешь достать до этих, до поворотных люверс. Ну да. В принципе, можно даже с салона его открыть. Но я тебе сейчас помогу, потому что тент новый. Все. Его можно смотать. Попробуй смотать. Здесь такие клапаны сделаны. Но мне кажется, все-таки через замок вода может попадать. Ребята вот нам по максимуму сделали изоляцию от воды. Все, открытый люк. Люк это тема, я тебе скажу. Да? Наравится исполнение с люком. Ну, свежий воздух попадает в салон. Можно любоваться красотами. Да? Глухарей рассматривать. Глухарей рассматривать. С вездеходом можно только рассматривать. Охотиться с машин категорически запрещено. Вот такой вездеход у нас. Самая популярная модель вездехода Экстрим. Очень любят ее охотники. Именно в таком открытом исполнении внутренней части. То, что можно загрузить больше вещей. Что машины компактные. Ну и наиболее доступные. Сейчас цены на материалы, как вы знаете, растут семимильными шагами. Уже на данный момент у нас сегодня 3 июня. Цена по профильной трубе, допустим, по 15 уже 149 тысяч за тонну. Еще хочу сказать транспортные характеристики вездехода. Масса порядка 620 килограмм. Длина вот этой машины именно 2,80. Это габаритный размер по лебедке и по фаркопу. Без лебедки и фаркопа самый большой габарит по длине это гусеница 2,50 длина. Ширина по гусянке 1,92. Высота с кабиной это 2,15. Без кабины по рычагам они чуть-чуть выше капота это 1,40. Габариты салона длина от моторной переборки до задней стенки 1,60. Длина грузового отсека у нас за сиденьями 75 сантиметров. Ширина салона 1,29. Ну что, ребята, на этом наш обзор закончим. Кто интересуется данной техникой, ссылочку на цены я оставлю в описании под этим видео. Контакты там же в описании. Пишите в WhatsApp Viber. Отвечу на все интересующие вас вопросы. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok